Всем привет! Сегодня мои ножки обрабатываю. Обещала я тут другим товарищам показать видео с их ногами, как я сама себя делаю. Я сказала, что я сделаю выше у меня. У меня все торчат немного. Их немного, потому что я делаю. Сначала я обрабатываю ногу. Я обрызгаю просто ломанку и колено вместе с коленкой. Ноги подразумевает колено, голень, здесь волоски и здесь волоски. Мы сейчас будем это место делать. Елена, когда пришел, надо волоски, смотри, как поднимаются. Сразу здесь все протерли, все вверх. Тут у меня мало волос, а вот тут они чуть-чуть и коже. Самый больше у меня волос на калибре. В этот раз у меня прям совсем нет. Дальше. Сейчас я покажу просто. Берем что-то легче. По идее для работы мастеру, да? Мастерам, конечно, когда они уже филикраты работают, астана. Берем пальчиками пока, многого нет. Пальчики накладываю и собираю просто так, чтобы не все. Стараться надо, чтобы она не текла по всем пальцам. Пальчики вместе, эти вот так. И надо, чтобы всегда этот шарик оставался на пальцах спереди. Поэтому что мы делаем? Ты как я сама себе? Вот смотри, я смотрю, да? А, подтроговат меня забыли. Самое главное. Сейчас, подожди, я сделаю это. Я это хочу чуть-чуть. Посыпать хотела? Ну давай, Маша. Видишь, сразу видно волоски. Вот сразу. Так, потому что на них остается, и сразу видно хорошо. И здесь тоже. Ставлю пальчики, ну, я сейчас сделаю там, где-то неудобно. Перпендикулярно поверхности кожи. Я там не расслабляю свою руку сильно? Ну, почти, что вот так, да. Медленно, смотри, качусь. Паста сейчас у меня теплая. Могу чуть ускориться. Волоски сразу тянутся за пастой. Паста остывает, и они более чувствительные становятся. Это персидская дорожка, длинная дорожка. Сейчас тебе надо на коротких учиться. Сейчас я покажу, чтобы... Теперь смотри. Ну вот, кончилась паста условно, да? Я уже чувствую, что... Приподнимаешь ровно вверх. Вот так тянуть по пасте не надо. Просто вверх. И опять захочешь. Видишь, валики? Угу. Опять ставлю пальчики. И медленно качусь. Паста подтаивает. Сильно тонко делать не надо. Я так смогу сорвать. Вам будет сложнее. Потому что надо сейчас резкость. Ну, охватит, потому что паста теплая. Раз. И резко. Раз. На краешек поставила, протянула. Раз. Чуть-чуть. Работает и локоть, и коленка. Коленка на руке. И плечо. Ух ты как. И делаем такой вот стресс. Есть волосы? Нет. Сразу убирается слой кожи. Это загар мой сходит. Это грязь моя сходит. Это омертвевшие клетки кожи. И когда сильно сухая кожа, надо не кремом мазать. Надо скравить. Я же хотела вытереть. Ну ладно. Немножко еще. Сильно дырить не надо. Если тут сильно много волос, то надо уходить вот так наискосок сюда. Надо срывать с места, где едем волосы. Паста, чувствую, уже остывает немножко. Пальше лепится. Отхожу чуть дальше. Придавливаю слегка. На краешек резко, всей рукой резко. Чем резче, тем лучше. Скомковали пасту. Все. Шарик остался. Можно периодически присыпать. Но не обязательно. Все нормально. Волоски тут сорвали. Ставлю стык в стык. Здесь мы сорвали и здесь. Мне бы поскрабить все-таки нужно. Лучше... Один. Вот. Смотри, что надо делать. Загибаем. Один пальчик. Не-не, я не пыталась сейчас. Загнула просто. Локальный. Другой нет. Как называется эта мышка. Смотрим, взорвался он или нет. Если тут не видно, допустим, на коровке, мы можем посмотреть здесь. Здесь видимо. И тут какой-то ежик. А здесь, вокруг коленочки сразу. А чтобы натяжение сильнее было, мы сгибаем еще сильнее ножку. Видно? Надо, чтобы кожа была максимально натянута. Естественно. Мы обязательно натягиваем это в руку, я не сказала. Движение все вверх. Потихоньку, никуда не торопимся. Спокойненько делаем. И резко. Учиться надо на коротких дорожках. Это значит... Сейчас тут еще. У меня почему-то вот здесь всегда шершавая. То ли кожа здесь такая, то ли волос тут так странно. Что я сейчас хотела сказать, господи? Учимся на коротких дорожках. Да. Тебе начать на коротких. На коленке стараемся... Под коленку сейчас я проведу быстро. Коленка... Здесь волосы растут сюда, но у нас здесь сама коленка, она ребристая вот такая. В складке здесь. Поэтому лучше делать коленку вот так. Вот так. И не будет тут залипов тогда. Потому что колено чаще всего бывает залип на колени. Вот елочка, смотри, да? Допустим. И с этой стороны тоже так. У меня все нормально там? Угу. Хорошо. Все надо делать резко. Вот тут, которые остались, я тут могу вот так попробовать. Вообще, чувствую, как они срываются. Что-то остается еще, да? Один здесь. Значит, надо большего здесь выстирать. Ну, коленка, они так быстро не срываются. Коленки они там обламываются волоски. Где-то стоишь на коленках. А что ты там делаешь на коленках? А что ты там делаешь на коленках? У нее очень густые волосы. Много их. То я беру вот так на 4 сразу кусочек хороший. И я, бывает, в первые разы могу по 4 гости тратить танцы. Я по полу варки, скажи так, могу тратить. Ну, не по пол, но 3 точно. Потому что забиваются волосы. Тоже для модели нам прям подходишь. Ой, а я не говорю, что... Я сразу же... Ей тоже говорят, надо. Да, надо. Модели тоже нужны. Мы можем на твоей руке потренироваться сейчас. Если вы будете. Как раз посмотришь и почувствуешь. Да, почувствуешь как это. Ну, на руках даже более чувствительнее, чем у ноги, если честно. И Лилька такая радостная. Ой, у меня такие маленькие гладенькие. Да. А они правда такие гладкие. Я сама помню. Что-то у меня пушок такой еле-еле. И когда мне удалили, я хожу так и трогаю. Какая-то гладкая. Я вообще очень волосатая. У меня еще третья. Она прям как мужчина. Уже волосатая. Ей 7 лет. Вот ей надо уже на 7. 7. 7 рано. Но лет в 12. Когда начнут подмышки. Когда начнется, уже можно. И она избавить ее раньше от волос. Что, Инна? На. Давай. Посмотри сейчас на Инне. Пусть она сделает ножку эту. Посмотри, что там. Ты помещаешься как-то. В смысле, часть ноги. Так. Я могу уже снять перчатку. Потому что я думаю, что если что, Инна поможет. Что у тебя так слегка сел? Что ты криво повела? Положила. Положила тебе паста. Так я повела. Молодец. Не торопись. У тебя очень гладкая поверхность. Милая валька. Инна, недавно тоже она получилась. Смотри, Инн. Ты давишь прямо вот тут на пасту, да? А тебе надо придавить и протянуть. И сорвать. Но опять придавить и протянуть. Кончик сорвать. Давай. Протянула? Ага. Все. Она сама складывается как вон, пластилин. Вот так вот. Это уже получается средняя, да? Плотность? Или это? Наверное, ближе к мягкой. Ну да, это не такая мягкая. Но средняя поплотнее. Это перемешано. Сейчас вот температура здесь прохладная. Она застывает. Угу. Мягкая даже может так. Чем быстрее забивается паста, тем быстрее она становится такой плотной. Потому что она забивается. А вот так надо вот это, вот это. Ты тут тянешь и срываешь, а вот это тянется паста за этим куском. Угу. Угу. Ну тут есть. А если даже нет волос, притягивайтесь, торчу. Я буду полосочку ходить, что ли? Если нет волос, где-то вот вы сделали, а где-то нет. Вы хотя бы должны до коленки сделать однородную часть ноги. Если там она полосатая. Снимается загар там. Грязь, под жир. Хотя грязь. Вот. Молодец. Ну вообще не больно. Ну вообще волос нет. Не больно, потому что волос нет. Получается пилинг. Если даже это где-то нет, вы все равно там проведите, сделайте просто пилинг человеку. В следующий раз может волоски. Может. Ну даже как-то приятно смотреть. Ты не сам намазан? Или же? У меня девушка была тут. Да? Говорит. Я рассказывала. Она говорит. Мне так нравится. Когда я кому-то... Я говорю. Смотри, больно не сделала. Она такая. Ну ладно, ладно. Мне нравится делать больно. Я говорю. Так тебе нужен раб. Она потому что у меня есть. А, да. Ты рассказывай. Я говорю. Серьезно? Давай. Я говорю. Сейчас я его бью. А ему нравится. Вот такая любовь. Ни фига не будет. Если не получается 3-4 раза сорвать волосок в одну сторону, надо развернуться и сорвать его в другую. Он сразу выйдет, потому что он там, скорее всего, растет по-другому. Закрученный волосок. Может быть курчавый. Там даже есть такая точка, бывает, что такая закрученная. Кручавый волосок. Скажи, растяжки какие-то. Делаешь, и в куречку выхожу. Угу. Ну, их мало. В принципе, самому себе тоже можно делать. Вполне. Легко. Первый раз делаю. Ну, если вы гнетесь, вы худенька. Что вам гнетесь? Мне надо теперь вот эту как-то. Ну, подожди. Давай теперь, давай, Татьяне. Пусть она работает. Да нет, не положи. Ты вот так стягивай всю ее. Не торопись, не торопись. Сейчас она ее стянет. Угу. Для того, чтобы... Подожди, сейчас я на протяжении. Да. Два... Вот эти вот так сделай. Ну, ручка перпендикулярно. Не торопись. Торопишься. Медленно ведешь и... Смотри, как надо сделать. Приподнять. Вот так. И опять. Угу. Теперь отходишь чуть-чуть дальше и делаешь резкий срыв. Не всю пасту, частями. Убери лишние пальцы. Нельзя так делать. Так делать нельзя. Паста... Она же липкая. Да. Она и так прилипнет. И будет просто мешать. Вот так собрала в кучку все. Либо сразу работай дальше. На коротеньких пока. На коротких и надо. Только короткие. Чтобы можно было за не раз сорвать. Отходи чуть дальше для срыва. Только с одного раза не получится. Надо два раза. Угу. Так. Ты сейчас смотри, как сделала. Сейчас сорвала и взяла мою ногу и вот так сделала. Протянула здесь. А тебе надо сорвать. Поставить на край. Не надо так делать. Спокойно. Не дергай. Не дергай. Вставь и все. И ехай дальше. Я уже за рву. Ехай. Угу. Не делай длинные. Делай короткие. Приподнимай. Спокойно. Приподнимай вверх пасту. Не тяни ее в сторону. Вверх. Прям руку вверх. Так да. Отходи дальше и в два приема. Сорвала? Не торопись. Нельзя быстро так сорвать. Алло. А вот так нельзя делать. Так будь синяк. Здесь у меня. Да. Не торопись. Да. С пасты ты никогда пасту не сорвешь. Видишь? Ага. Ты должна протянуть ее. Вот сейчас сделай вот такую маленькую. Приподними вверх. Поставь. Приподними. Еще разок. Приподними вверх. Повыше. Ты не торопись. И когда ты срываешь, быстро-быстрее не надо. Сорвала. Поставила на краешек. Протянула. Потом опять сорвала. Я могу быстро делать. Пока нет. Пока учишься. Делать правильно. Да. И раз. Молодец. Все. Ничего не делай с пастой. Рувы так держать. Рувы так пальцем не надо. Месить не надо. Только вот так два. Ну давай смотри, что дальше есть там. Не страшно. Просто надо немножко навык, чтобы чуть-чуть. Смотреть оказывается проще. Ну естественно. Я когда показываю, все договорят ой это. А когда начинают, говорят, а я думала это так легко. Молодец. Только смотри, ты мало протянула. Три раза надо. Три раза надо протянуть, да. Если у тебя здесь будет мягкая-примягкая паста, ты протягиваешь и медленно, и два раза. Вот на коленку ты сейчас не заходи пока. Учись пока на голени. Там дальше есть еще. Да, да? Конечно. Подальше чуть-чуть. И нет. А потому что нельзя с пастой сорвать. Ты ничего сейчас не сделала. Не протянула перед срывом. Почему так получилось? Подожди, стой, стой, стой. Потому что ты протянула, остановилась. Пока ты остановилась, в этот момент пасту держишь, она тает и проникает дальше. А перед тем, как срывать, ты возюкаешь, перед тем, как срывать, отошла и сразу дернула. Не надо думать, а вот сейчас, а вот прямо сейчас, да, срывать? А сама ты же держишь. Нет. Протянула здесь, отошла дальше и резко дернула. Давай. Сейчас протягивай, да? Уже не надо месить, она уже и так там растаяла. Отошла дальше резко. Сейчас я согну. Подожди. Все, убери пальцы. Все, отсюда уже не надо. Уже подтаяла здесь. Сейчас смотри, как можно сделать. Методом елочка. Здесь уже все горячо и, ну не горячо, но растаяно. Пасту всегда вот так старайся держать. И перед глазами. Смотри, в эту сторону отойди, дерни. Сначала вот эту, в высшую точку собери, да? Я что-то не вижу здесь ничего. Ничего я не вижу, ничего тебе там не хватает. Смотри, здесь сюда, здесь сюда. Здесь с холодных мест заходи. А натяжение обязательно. Обязательно натягиваем кожу. Потому что на бикини это очень важно. Ничего, ничего, ничего. Давай. Отходи дальше. Видишь, тут ямка. Тут неудобно тебе бы срывать. В другую сторону. Не, не торопись. Вот в эту сторону. Зайди вбок. Давай. Опять ты срываешь середину. Ты торопишься. Мы только наносим медленно. Моя дорогая, подожди, подожди. Вот сюда. Резко. Теперь сюда. Не торопись. Смотри. Ты поставила руки и сразу делаешь вот так. Видишь, тут паста. Ты должна поставить вот сюда и вот так сделать. Отходи дальше и резко. Резко. Не резко. Натяжение. Не должна. Все. Вот так делать не надо. Пусть она лучше будет, эта паста. Вот так колотить по ноге не надо. Надо протягивать и параллельно срывать, чтобы она не оставалась. Иначе себе решила делать с моей пастой. Моей на ноге. На ноге с тебя мне дело потом себе. Тут вообще осталось. Нет, ладно. Ты тут на руке, да? А у меня тут сидела, делала, делала девчонки где-то там. Пошла вот так на стол, села, задорола ногу, сняла носки и давай на пальцы. И я снимаю, и она так сидит. Сидит, ногу задорола так и на пальцах сидит. Скажет, дай-ка на себе попробуй. Нет, я не против, конечно. Ну а чего с клиента брать и себе делать? Это не гигиенично, так нельзя делать. Не остановиться надо здесь, а протянуть. Ты каждый раз протягиваешь, каждый раз протягиваешь. Срываешь с холодного места все время. Место, в которое не попала паста. Протягивай три раза, да? Ну да, паста уже забилась. Надо, чтобы подтаяла она и проникла, прям захватила волосок. У меня длинный волосок, мне удобно. Тут тоже так же сбоку нож. Где тут что есть? Коленку еще не заходили мы, да? Господи, как бы поставить правильно. Молодец. Хорошо. Девочки, обрабатывай. Мне ногу. Одна уже немножко умеет, а другая еще не совсем. Но тоже уже почти умеет. Так, и на пасту. Хватает пасты? Делай на два пальца, чтобы хватило. Давай, давай. Девочки, работают у меня. Депилируют. Волоски. Волос почти нету, поэтому сложно, да? Угу. Не видно. Нет, видно немножко, когда кожа стирается только. Хорошо, сзади. Так приятно, когда сзади дергают. Говорят, вольно. Вольно просто. Да тоже приятно, когда сзади делаешь. Просто аж тащишься, ну. Потихоньку, а то, да, чувствуется, там тянутся. Там тоньше, кстати, кожа сзади, на ногах. А на бедрах, тем более, особенно внутренняя часть бедра, там еще тоньше кожа. Поэтому потихонечку. Света хватает, девочки? Что-то вижу, у вас там темно. Нет, лампу, лампу. У меня очень мягко. У меня очень мягко. Работать и работать. Девочки пропали. Убираем лосьона после депиляции. Удаляем липкий слой. Ты дай Татьяне поработать. Чего сцепилась? Я смотрю. Сегодня ее день, а не твой. Сказала, одна нога моя, другая твоя. Да, одна нога была в ней, короче. Где-то я там пела. В общем, она говорит, она сказала, макияж намазала тебе, а ты сейчас там будешь плакать. Знаешь, как больно, ты будешь плакать. Она пришла ко мне и такая, ждет с замиранием. А я так потихоньку, потихоньку и по полосочке. На первый раз пришла, тем более. Длинный волос. Я понимаю, что у нее будет сейчас шикарно просто. Мы все это сделали и у нее действительно. Она такая, Алла, блин, я не ожидала. Я-то плакать приготовилась. А мне говорит, не плачь, у тебя макияж. Короче, вечером у нее свидание с мужем. Она говорит, полгода он пожил отдельно. А сегодня я говорю, что куда на свидание идешь? Сильно с Руторой говорит, прям макияж, все. Говорю, что праздник какой. Обычно куда так делают? Только на свидание. И макияж, и ногти не туда. Мы теперь посмотрим твои коленки. Ой, как я прилипаю к шкафу, к шкафу. Что нужно снять? Не, снимай, у тебя там уже не порвалось. Порвалось уже что-то. Скоряк. Денешер? Сейчас скажу. Да, вот. Я выключить хочу. Субтитры сделал DimaTorzok